в этой части мы продолжаем работу после выполнения двух последних присоединений столбиком без накида и столбиком с одним накидом мы продолжили вязать саму тесьму выполнив по стороне присоединения 6 свободных арочек и теперь поворот на противоположной стороне и он будет выполняться точно так же как мы выполняли повороты ранее выполняем 7 воздушных петель 1 3 4 5 6 7 затем два накида на крючок вводим крючок в первую арочку и провязываем столбик с двумя накидами не довязав его до конца далее мы выполняем 6 столбиков с тремя накидами по одному в каждую последующую арочку провязываем первый столбик опять-таки не довязываем до конца затем второй в следующую арочку третий следующую четвертый следующую арочку пятый столбик с тремя накидами и последний шестой столбик с тремя накидами в следующую свободную арочку провязали 6 столбиков с тремя накидами и в следующую арочку необходимо выполнить столбик с тремя накидами выполнили 2 накида на крючок и провязываем сейчас у нас снова раз два три четыре пять шесть семь восемь девять петель на крючке мы захватываем рабочую ниточку и аккуратненько протягиваем через все петли таким образом затем захватываем рабочую ниточку закрепляем поворот мы провязали далее 3 воздушные петли следующую свободную арочку необходимо выполнить столбик без накида выполнили далее 3 воздушные петли мы работу переворачиваем и вот 7 воздушных петель которые вначале мы набирали от начала набора отсчитываем первую вторую третью петлю в нее вводим крючок и выполняем столбик без накида затем 2 воздушные петли и мы провязываем нашу тесьму затем 5 воздушных петель снова работу переворачиваем и снова провязываем 4 столбика нашей тесьмы и последний столбик сейчас мы посмотрим что у нас получилось и что необходимо вязать далее мы провязали еще один поворот и теперь по внутренней стороне нашей работы мы будем снова присоединяться к этим арочкам сначала мы выполним столбик с одним накидом в каждую последующую по одному столбику без накида затем мы соединим работу провязав в эту арочку и в эту арочку комбинированный столбик и затем наши тесьма будет соединяться к арочкам которые мы выполняли в начале работы выполняем две воздушные петли выполняем накид на крючок и в первую свободную арочку провязываем столбик с одним накидом провязали затем две воздушные петли работу переворачиваем и провязываем 4 столбика тесьма затем пять воздушных петель снова работу переворачиваем и снова провязываем столбики тесьмы затем две воздушные петли и снова присоединение в следующую арочку мы должны провязать столбик без накида провязали снова две воздушные работу переворачиваем и провязываем столбики тесьмы затем опять воздушных петель 1 2 3 4 5 переворачиваем работу выполняем 4 столбика тесьмы затем две воздушные петли и у нас осталось две свободные парочки по этой стороне в предпоследнюю выполняем столбик без накида затем две воздушные петли и мы переворачиваем работу и провязываем тесьма затем пять воздушных петель работу переворачиваем провязываем столбики тесьмы сейчас выполняем две воздушные петли и нам необходимо будет выполнить присоединение с помощью сложного комбинированного столбика захватив эту арочку центральную и уже арочку начала работы сейчас необходимо выполнить два накида на крючок мы вводим крючок в эту центральную арочку захватываем рабочую ниточку и вытягиваем петлю затем выполняем еще два накида на крючок и вводим крючок вот наша тесьма от начала работы первую вторую третью арочку от начала работы и провязываем все петли которые есть на крючке по пар на первых две вторых следующих 2 так до конца таким образом мы присоединились далее две воздушные петли работу переворачиваем и провязываем тесьмы затем 5 воздушных петель снова работу переворачиваем и снова выполняем столбики тесьмы далее две воздушные петли и сейчас у нас осталось две арочки от начала работы в предпоследнюю нам необходимо выполнить столбик с двумя накидами выполняем два накида на крючок и провязываем столбик с двумя накидами выполнили далее две воздушные петли работу переворачиваем и провязываем тесьму затем 5 воздушных петель работу переворачиваем и выполняем столбики тесьмы теперь две воздушные петли и первая арочка от начала работы в нее выполняем присоединение с помощью столбика с одним накидом выполнили накид на крючок провязываем столбик дальше 2 воздушные петли работу переворачиваем и провязываем тесьмы давайте посмотрим что у нас получилось вот таким образом сейчас выглядит часть нашей каймы после выполнения последнего поворота мы выполняли присоединение сначала столбиком с одним накидом затем без накида следующую арочку также без накида затем мы выполнили присоединение центральной арочки нижнего поворота и к полотну от начала работы в третью арочку провязав при этом сложный комбинированный столбик дальше присоединились столбиком с двумя накидами и последнее присоединение в первую арочку от начала работы столбиком с одним накидом сейчас необходимо продолжить вязать тесьму выполнив после последнего присоединения по этой же стороне 8 свободных арочек мы продолжили работу и после последнего присоединения выполнили тесьму провязав 8 свободных арочек по стороне присоединения а на противоположной стороне сейчас будем выполнять поворот точно такой же как мы выполняли ранее выполняем 7 воздушных петель затем 2 накида на крючок и как и раньше в первую арочку провязываем столбик с двумя накидами не довязывая до конца далее мы провязываем 6 столбиков с тремя накидами в каждую последующую арочку по одному 1 2 3 4 5 6 столбик с тремя накидами все столбики у нас не довязаны мы заканчиваем поворот выполняет столбик с двумя накидами в следующую свободную арочку теперь мы захватываем рабочую ниточку и аккуратненько протягиваем через все петли на крючке затем подтягиваем поворот готов далее 3 воздушные петли нам необходимо выполнить столбик без накида под следующую свободную арочку затем снова 3 воздушные петли работу мы переворачиваем вот 7 воздушных петель которые мы вначале набирали от начала набора как и раньше отсчитываем 1 2 3 воздушную петлю вводим крючок выполняем столбик без накида далее 2 воздушные петли и и мы провязываем саму тесьма затем 5 воздушных петель работу переворачиваем провязываем тесьма и теперь по внутренней стороне тесьмы после поворота нам необходимо будет присоединиться к трем следующим арочкам выполняем 2 воздушные петли в первую арочку нам необходимо провязать столбик с одним накидом затем 2 воздушные петли работу мы переворачиваем и выполняем столбики тесьмы затем 5 воздушных петель снова работу переворачиваем и снова провязываем 4 столбика с одним накидом далее 2 воздушные петли и следующее присоединение с помощью столбика без накида в следующую свободную арочку выполняем столбик без накида далее 2 воздушные петли работу переворачиваем вяжем тесьму затем 5 воздушных петель снова работу переворачиваем и провязываем 4 столбика тесьмы 2 воздушные петли и присоединение в следующую арочку столбиком без накида провязали столбик без накида 2 воздушные работу перевернули и провязываем саму тесьму и давайте посмотрим что у нас получилось мы выполнили поворот провязали его точно так же как провязывали ранее и выполнили по внутренней стороне 3 присоединения столбиком с одним накидом и в каждую последующую по одному столбику без накида далее нам необходимо продолжить работу и выполнить по стороне присоединения 5 свободных арочек и затем выполнить поворот на противоположной на этой стороне тесьмы точно так же как все наши повороты мы продолжили вязать нашу тесьму и выполнили 5 арочек после последнего присоединения а сам поворот мы будем выполнять на противоположной стороне и выполнять его точно так же как и все повороты ранее мы провязали поворот и теперь по внутренней стороне нам необходимо будет выполнить присоединение в двух местах в эту арочку мы провяжем столбик без накида в следующую столбик с одним накидом выполняем 2 воздушные петли и провязываем столбик без накида в первую арочку присоединились далее две воздушные петли работу переворачиваем и провязываем столбики тесьмы затем 5 воздушных петель снова работу переворачиваем и снова провязываем 4 столбика нашей тесьмы теперь две воздушные петли выполняем накид на крючок и нам необходимо в следующую арочку выполнить столбик с одним накидом затем две воздушные петли работу переворачиваем провязываем тесьму затем 5 воздушных петель снова работу переворачиваем и провязываем столбики тесьмы и теперь снова нам необходимо продолжить выполнять саму тесьму выполнив после последнего присоединения по той же стороне 6 свободных арочек мы провязали нашу тесьму на необходимую длину при этом выполнили после последнего присоединения 6 свободных арочек и теперь снова поворот по противоположной стороне он выполняется точно также как все повороты вот таким образом сейчас выглядит наше полотно мы с вами выполнили еще один поворот и я напомню что все повороты нашей камеи выполняются одинаково далее по внутренней стороне работы нам необходимо будет выполнить присоединение к трем последующим арочкам в первую мы выполним столбик с одним накидом в каждую последующую по одному столбику без накида выполняем две воздушные петли и первое присоединение которое сейчас мы будем провязывать с помощью столбика с одним накидом вводим крючок подарочка провязываем столбик с одним накидом выполнили затем снова две воздушные петли работу переворачиваем и провязываем столбики тесьмы затем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 снова работу переворачиваем и снова провязываем столбики тесьмы затем две воздушные петли и уже в следующую свободную арочку мы выполняем присоединение с помощью столбика без накида провязали далее две воздушные петли мы снова работу переворачиваем и провязываем столбики тесьмы затем 5 воздушных петель снова работу переворачиваем выполняем 4 столбика с одним накидом далее две воздушные петли и еще раз присоединяемся в следующую свободную арочку мы выполняем столбик без накида выполнили две воздушные петли работу переворачиваем и провязываем тесьмы затем 5 воздушных петель снова работу переворачиваем и провязываем столбики тесьмы и давайте мы с вами посмотрим что выполнять далее после выполнения последнего поворота мы с вами выполнили присоединение в трех местах в первую арочку мы провязали столбик с одним накидом затем в каждую последующую по одному столбику без накидом далее мы будем продолжать работу и по внутренней стороне тесьмы снова присоединятся при этом первое присоединение с помощью комбинированного или сложного столбика мы выполним в эту арочку и в эту затем в следующую арочку мы выполним присоединение с помощью столбика с двумя накидами в следующую с одним накидом затем без накида и еще раз с одним накидом и у вас должно остаться три свободные арочки выполняем две воздушные петли и сейчас мы будем выполнять комбинированный столбик для этого сначала выполняем два накида на крючок затем вводим крючок в центральную арочку захватываем рабочую ниточку и вытягиваем петлю и затем снова выполняем два накида на крючок и крючок нужно ввести уже в другую арочку которую мы только что рассматривали и теперь захватывая рабочую ниточку мы должны провязать все наши петли попарно вот таким образом мы выполнили этот сложный комбинированный столбик присоединились сразу к двум арочкам далее две воздушные петли работу переворачиваем и провязываем столбики тесьмы затем 5 воздушных петель снова работу переворачиваем и снова провязываем 4 столбика тесьмы далее две воздушные петли выполняем 2 накида на крючок и следующее присоединение в следующую свободную арочку в эту мы должны выполнить столбик с двумя накидами выполнили далее две воздушные петли работу переворачиваем и провязываем столбики тесьмы затем 5 воздушных петель снова работу переворачиваем и снова провязываем 4 столбика тесьмы затем две воздушные петли и мы выполним присоединение с помощью столбика с одним накидом выполнили накид на крючок и в следующую арочку вводим крючок и выполняем столбик с одним накидом выполнили далее две воздушные петли снова работу переворачиваем провязываем 4 столбика с одним накидом затем 5 воздушных петель снова работу переворачиваем и снова провязываем 4 столбика тесьмы теперь выполняем две воздушные петли и в следующую свободную арочку нам необходимо провязать столбик без накида присоединились снова две воздушные петли переворачиваем работу провязываем тесьму затем 5 воздушных петель также работу переворачиваем провязываем тесьму затем две воздушные петли выполняем накид на крючок и последнее присоединение с помощью столбика с одним накидом провязываем столбик с одним накидом при этом у нас осталось три свободные арочки теперь две воздушные петли работу переворачиваем провязываем столбики тесьмы затем 5 воздушных петель снова работу переворачиваем и снова выполняем столбики тесьмы давайте посмотрим что у нас получилось вот так выглядит наше последнее присоединение еще раз повторим сначала мы выполнили комбинированный столбик и соединились сразу в двух местах в центральной арочке в этом повороте и парочку напротив затем столбик с двумя накидами в следующую арочку столбик с одним следующую без накида и закончили присоединение столбиком с одним накидом у нас в полотне остались три свободные арочки далее нам необходимо продолжить выполнение самой тесьмы и после последнего присоединения выполнить 6 свободных арочек а затем выполнить точно такой же поворот как мы выполняли ранее мы выполнили еще один поворот при этом начали вывязывать второй рапорт нашей каймы то есть вот если вернуться в начало нашей работы вот первый поворот верхней части каймы 2 3 далее мы прошли к выполнению нижней части выполнили первый нижний поворот 2 и 3 и сейчас мы уже начали выполнение второго рапорта нашей каймы то есть если вам необходимо вязать далее на необходимую длину вы делаете повторение от этого поворота до начала следующего мы провязали наше полотно и выполнили два рапорта узора перед вами лицевая часть полотна одинаково красиво смотрится наша кайма с изнаночной стороны сегодня мы с вами научились вязать красивую широкую кайму в технике брюкского кружева данная кайма может использоваться как обвязка изделия или как основная часть изделия на сайте ширу точка ру вы сможете найти много интересных и познавательных мастер-классов желаю вам творческих успехов удачи удачи Продолжение следует...